С 2011 года проходит международный конкурс биотопных аквариумов. Конкурс, в котором абсолютно любой желающий может принять участие. Официальный сайт этого конкурса называется Биотоп Аквариум Инфо. Здесь можно подробно узнать о том, что такое биотопный аквариум, увидеть все конкурсные работы с 2011 года, получить вдохновение на участие в конкурсе. А я в этом видео предлагаю посмотреть на биотопный мир и послушать Елену Мазурек, которая является опытным аквариумным дизайнером и сама неоднократно участвовала в различных конкурсах. Информация, которую вы услышите в этом видео, поможет каждому будущему участнику достичь высоких результатов в предстоящем конкурсе, который состоится этим летом. Участие абсолютно бесплатное. Желаю вам приятного просмотра! Мы часто видим на конкурсе биотопных аквариума. Да, можно немножко погасить свет, потому что лучше видно. То есть это вот такой типичный представитель оформления биотопного аквариума. То есть, почему-то большая часть конкурсантов считает, что достаточно сотворить такую вот кучу из коряк и листьев камней, и это будет считаться биотопным аквариумом. К сожалению... Так, Олег, а может это у нас? Конечно, мы это все рассчитываем. А, давай следующим. Вот. К сожалению, таких аквариумов... вернее, к сожалению, к счастью, сейчас таких аквариумов становится все меньше и меньше. И на смену к этим аквариумам приходит вот нечто подобное, так как показано здесь. Это аквариум... Здесь видно, что человек поработал. Он создал какую-то композицию. Но, тем не менее, он выглядит довольно мрачно. Темные углы, какие-то коряги, опять же куча какого-то мусора внизу. То есть, как-то вот считается, что если побольше коряжек, ледочек, листиков, то тем не оттутнее. На мой взгляд, это не совсем правильно. Следующий. Есть и такие вот работы. Здесь видно, опять же, да, есть композиция, которую с Китлером условно называют композиция треугольник. Она представляет из себя некую кучку камней, поросшую водорослями. Мне кажется, что водоросли – это не тот объект природный, который стоит тащить в аквариумы. А если вы все-таки делаете аквариум с водорослями, то, наверное, есть смысл делать так, как это в природе. Вот что-то наподобие этого. Потому что, когда я смотрю на эту фотографию, я вижу, да, здесь камни, поросшие водорослями. Но она вызывает по мне какие-то положительные эмоции, в отличие от предыдущей работы. Вот еще такой типичный представитель биотопного движения, да, оформления аквариума. Что здесь? Здесь я вижу вообще весь набор биотопщика. Здесь есть камни, здесь есть коряги, здесь есть ветки, есть листья. Ну, вообще, вот все, что можно запихнуть в аквариум, здесь все присутствует. Все сложено, опять же, в такую композицию треугольник, и сверху так изящно прикрыто парочек на листиках. Мне кажется, что такие вещи, они не эстетичны, они не вызывают, опять же, лично у меня никаких положительных эмоций. Вот еще один, да, такой аквариум этого года. И здесь я вижу то же самое, что на предыдущем, но немножко доработанное. Аквариум 320 литров. Я, честно скажу, не понимаю, зачем 320 литров до верха заполнять камнями и вот какими-то брюнами. Опять же, если мы хотим вот в природе, ну, показать, да, вот какой-то камень из тебя, то, где есть камни, где падают коряги. Может быть, это сделать как-то иначе? У меня теперь желание все это разобрать и собрать заново. Потому что идея как таковая, она, в общем-то, хорошая, но воплощение, на мой взгляд, просто безобразное. То есть заполнять пространство аквариума до верха камнями, ну, не знаю, мне это как бы, ну, совсем не нравится. Так, и давайте, вот интересно, еще такая фотография природная. Здесь тоже куча камней, причем внизу тоже камни, они темные, а сверху кучка из таких разноцветных светлых камней. Вот мне вот интересно, это природные явления и легенды? У меня ощущение, что это куча искусственного происхождения. Может быть, это не так? Ну, может быть, то есть, если это, ну, во всяком случае, это природные фотографии, там такое есть. То есть, возможно, они существуют, такие вот кучи. Но надо их воспроизводить в аквариуме, заполняя весь аквариум. Ну, не знаю, мне кажется, что просто не стоит. А дальше давайте посмотрим, что вообще, какие фотографии служат дохновением для биотопщиков, природных биотопщиков. В сети можно найти, их снимают любители, их снимают люди, которые занимаются исследованием места питания разных рыб. И подобные биотопы, они встречаются, ну, везде, скажем так. Ну, это, по всей видимости, это основные такие фотографии, которые служат дохновением для создания биотопных аквариумов. Есть и такие фотографии. Кстати, фотография омановская. Она тоже, в общем, довольно такая темная. Она, ну, характерна для темных ход, конечно. Здесь какие-то вот множество коряк и неоны. То есть это, в общем-то, по мнению многих людей, типичный такой биотоп неонов. И обычно он такой и делает. То есть таких аквариумов довольно много представлено. Есть вот такая фотография. Честно говоря, она мне безумно нравится. В этой фотографии присутствуют динамика, драматизм. И вообще, я поначалу думала, что это просто наземная фотография. И только плавающие рыбы, там, спокойно ковыряющиеся в грунте, они как бы показывают, что это все-таки подводный пейзаж. Вот где-то такие, наверное, фотографии тоже служат вдохновением. Ну, что-то в ней есть. Да, она красивая. Мне она нравится. Ну, создавать такого аквариума, наверное, не стоит. Давайте посмотрим, есть ли вообще другие какие-то подводные миры, которые бы могли подарить дыхание для оформления аквариума. Да, дальше. Вот, я попробую сама уже на стрелочку. Это фотография Криса Лукаута. То есть совершенно противоположная фотография предыдущей. Здесь просто какая-то подводная рай, красота. Конечно, я понимаю, что это не воссоздать в аквариуме, потому что это сезонное цветение, такое вот растение сезонное, и вряд ли возможно создать условия. Но все-таки вот на контрасте я хочу показать, что есть совершенно другие подводные миры, которые более интересны, в которых отсутствуют водоросли, в которых нет вот завала листьев и вообще дожгетки отсутствуют. Просто растение красивое, вот такое вот красное растение, которое радует глаз. И вот, я думаю, что это тоже фотография подводного мира, кресло Кавапа. Я думаю, что эта фотография может служить как для скейпера вдохновением, так и для биотопного дизайна вдохновения, потому как это, по-моему, Флорида, если не ошибаюсь. Здесь мы видим такую прекрасную дорожку средизелье, которую любят использовать скейпера, и, в принципе, ее могут использовать и создатели биотопных аквариумов. В общем-то, вполне такое природное явление. Но почему-то вот таких вещей создатели биотопных аквариумов просто избегают, к сожалению. Ну, их мало, их мало. В основном избегают. Вот еще фотография, да, тоже она как бы такая вот дорожка, поросшие берега справа и слева, и дорожка, уходящая вдаль. На мой взгляд, фотография очень такая вот красивая, главное, что она может сблужить идея оформления аквариума. Вы просто берете и переносите, да, правая сторона, левая сторона, и дорожка вперед. Единственное, что я не знаю, как это могут несутся судьи, они могут не поверить достоверность. Хотя вот, пожалуйста, фотография такая есть. Еще фотография тоже, это, по-моему, Флорида. Видим, совершенно роскошные заросли растений, и такая вот дорожка намечена среди них, уходящая вдаль. И такие прекрасные почки, они вызывают, опять же, ассоциации, наверное, со скейперским аквариумом, когда триминкуляют растения, и они такими шапочками красивыми растут. Вот в природе мы видим те же самые шапочки, те же самые дорожечки. Следующие. Это уже Германия. То есть подобные роскошные сады встречаются, естественно, не только в Флориде или не только в Бразилии. Это снимок, который кресло Каум сделало в какой-то речке или ручье, который потекает рядом с его дома. Ну, просто роскошные. Обратите внимание, совершенно чистый песок. Опять же, нету завала вот этих вот камней, веток, листьев. Все очень чисто. Вероятно, там есть течение, и все вот эти листья, все это уносится. То есть есть биотопы, в которых, в общем-то, листья, ветки, они не главное, да? А главное вот такие роскошные растения. У нас из-за этого тоже такое есть, вот роскошные. Да, есть. Забегай вперед. Листа. Это еще одна фотография. Я хочу обратить здесь ваше внимание на это положение камней. Оно очень интересное, потому что оно как-то скучковалось прямо в этой вот дорожке. То есть, окружает растение, а дорожка такая состоит, как каменистая, состоит из камней. По-моему, это очень интересная идея, которую, в общем-то, могут использовать, опять же, как скейлеры, так и биотопщики. То есть, это подводный мир, в общем-то, какой есть другой. Следующий. Значит, это была Германия. Это я фотографию нашла на фотостоке. Здесь вообще Италия. Меня поразила вот эта прекрасная коряга, которая образует арку. То есть, если мы посмотрим немножко так вот в сторону, то можно довыслить, что эта коряга, она создает такую вот арку. И под арку и проходит дорожка. Растения могут расти слева и справа. То есть, опять же, прекрасная идея как для биотопщиков, так и для скейперов. И опять же, мы видим такую чистую белую дорожку, прямо как на омановском образе, который любят использовать. Следующая. Это, по-моему, Швейцария, или Швейцария, или та же сама Германия. Ну, это неважно. В общем, это Европа. Опять мы видим роскошные зарослили растения. Это что? Это тоже, по-моему, Новая Зеландия, или что-то такое. Опять же, роскошные растения, роскошный подводный сад. Это, вот это Австралия. Этот снимок мне тоже очень понравился. Ковер из деревьев, и растения, которые напоминают осоку. Кстати, такие растения, их можно встретить, подобные по всему миру. То есть, осоковые растут там и везде. И подобные вещи можно использовать в формлении биотопных аквариумов, они в общем-то используются. Это уже, по-моему, а, это Тайвань, тоже Азия, да, и тоже, пожалуйста, роскошные растения. Нету водорослей, которые так любят биотопщики. Нету листьев, нету каяк. Очень чистый, такой вот подводный сад. Следующая фотография, если не ошибаюсь, это соединенный, шарник. Так, кто увлекался мханью? Наверняка делали подобные шарники. Наверняка обращивали камни мханья. И вот такие вещи, они, в общем-то, характерны, наверное, для разных регионов, потому что мхи растут везде. Каменистые биотопы есть везде. И у нас, на Инградской области, тоже можно найти подобное. Причем на Финском лагере. Там камней много, и есть ключевой ром, который вот обрадует. Ну, не так может быть красивым, просто сам по себе другой. Но тем не менее, можно найти камни, обращенные к ключевому полку. А это вот уже фотография Олега, то, что он как раз говорил, что у нас тоже есть роскошные вот такие вот сады. Это вообще, Петербург, да? То есть, вот, пожалуйста, кочки кругленькие, опять как будто бы подстригли их специально. Очень типичная и дорожечка уходящая так между этими кочечками куда-то там вперед. Так, а вот это вот тоже фотография, по-моему, Олега. И мне кажется, что вот чем она мне нравится? Если вот это растение, растущее, заменитель, по цифаландры, наверное, многие узнают работу Саши Малетина, который выставлял на конкурс растительных аквариумов. Там вот тоже такие переплетения, окошки, прямо вот как будто фрагменты в аквариуме. Пожалуйста, для скейперов и для биотопщиков. Это вот подводная фотография. Эта фотография очень интересная. Я так полагаю, что это, наверное, ранняя весна, когда еще лежит снег, когда еще мертвый растаял, но под водой начинается пробуждение растений. И опять же, там такой роскошный зеленый сад. И еще точно в области мы взяли свое. Он чистый, светлый и, по-моему, прекрасный. Почему вот биотопщики я задавала тебе вопрос, почему такие вот растительные аквариумы непопулярны? Может, одна из причин, что там как бы рыбы не водятся? Ну, как бы сады, сады, а рыб там нет. Ну, вот, пожалуйста, фотография, это же пиранья, которые содержатся в аквариуме. Пожалуйста, они на фоне такого же роскошного сада. Следующая. Рогостоимость тоже на фоне травы. То есть не обязательно это должен быть такой коряжестый биотоп. Это может быть, пожалуйста, зелененький, красивенький биотопчик. Панак. Тоже в зелени там что-то такое точит. И неоны. Неоны тоже. Я часто встречала с форумом на форумах и с людьми, которые говорили, что да какая там вообще растительность может быть с неонами. Там затопленный лес, там коряги, там какие-то там листья. Зелени там нет. Ну вот есть земли. То есть есть места, где есть неоны и есть земли. То есть если как-то вы не видели такого, это не значит, что этого нет. Вот это вот нужно как бы когда создать аквариум, тоже думать. Ну об этом как бы не думать, рассуждать. Что подводный мир настолько разнообразный, что биотоп может выглядеть с неонами и вот так. а не вот как на следующей фотографии. Да, то есть это вот такой типичный биотопный аквариум для неонов. Лукаряга, листья и все и больше, и чем больше. Следующий. Так, помимо растительных есть еще другие прекрасные водные пейзажи. Это озеро Байкала. Было бы интересно видеть такой биотоп в аквариуме. Я думаю, наверное, это невозможно сделать. Наверное, там низкая температура, это, наверное, как бы очень проблемно. Но в условиях океанариума может быть можно, но в высоком случае очень интересно лично подобное увидеть в аквариуме. Тут даже кидр бы он как бы-то плал в таком интересном. Коряги, да, тоже такой типичный прием, который используют биотопщики. Но вот здесь коряга ветвистая, красивая, да, опять же, я не вижу там листьев каких-то или мусора и на фоне зеленой травы. То есть такой биотоп тоже может быть, но вот почему-то редко встречают такие вот на конкурсе. Коряги. Обратите внимание, здесь коряги, в общем-то, они чем-то заросли, но под корягами чистый песок. То есть, опять же, нету завала. там отдельные листочки, но вот такого завала, который любят устраивать биотопщики, здесь нет. Еще один такой, да, типичный биотопный, биотопные такие корни, этот аквариум, вот эти идеи, они используются эскейперами, да, только коряги заращиваются растениями, и они же могут использоваться и биотопщиками. Если убрать изнутри ближний мусор, по-моему, сама идея очень красивая, вот эти зомнутые коряги, которые на заднем плане такую перспективу создают, арщины, по-моему, это очень интересная идея для оформления аквариума. Это фотография, по-моему, Малышева, здесь просто вот, пожалуйста, интересная льва-гуда получилась из коряг, тоже всегда вопрос такой, можно ли располагать камни, или как делать эскейперы, ну, в общем-то, наверное, может, здесь коряги, но почему бы не сделать каменный такой биатолог? И здесь вот конкурсный аквариум, как раз вот, он у меня вызывает ассоциации с той фотографией, и здесь единственное, что, на мой взгляд, не хватает мелких камней. То есть было очень много споров по поводу этой фотографии, встречается в такой природе, не встречается в такой природе, ну, не знаю, я думаю, что теоретически это можно увидеть. Так, тоже вот типичная такая подводная фотография. Здесь прибрежная зона, корни, камни, дорожка, опять камни, и там, может быть, берег, а может быть, росло. То есть тоже чистое дно, то есть нету завала, нету набора биотопчиков, которые любят использовать. Следующий. Вот интересно здесь, могут ли быть обрастания на ветках? На ветках? Это фотография Микольджа, он написал, что это грибы. То есть это вот ветки, спускающиеся вот так там сверху и покрыты грибком. Напоминает такой линий или снег. Очень красиво. Эта фотография мне на очень нравится. Опять же, такая идея для оформления аквариума. Ну, не знаю, грибы надо не вырастить, но подростками наверное тоже не стоит, чтобы они обрастали. Но вообще как бы вот сами ветки, спускающиеся сверху, очень красиво. Так, это таганьика. Такой нетипичный пейзаж, то есть камни и коряги. Мне кажется, что любая предрежная зона в лесу, да, то есть если это озеро окружено лесами, обязательно будут коряги. Поэтому когда делают таганьику или вообще африканские какие-то озера, если рыба она обитает на колодии, то использование коряг, по-моему, вполне оправдано. Но опять же, я думаю, что была Африка и коряги, я чуть-то не перепомню даже, по-моему, таким и делом. Мы подобно делали в московском зоопарке. А так я конкурсов не вижу. Это как называется мангра, да, тоже вот я помню фотографию конкурсного аквариума, она довольно такая тоже с листьями почему-то такая мрачноватая. Здесь же корни, чистый песок, какие-то есть, я не знаю, может быть, скопление водорослей, а может быть, и нет, но вполне выглядит чисто, то есть нет перегруженности опять же этим набором, глотопчиком. Следующая. это тоже мангровый вес, да, вот он может быть и такой. Теоретически его можно сделать в аквариуме, но наверное придется потрудиться. Были нечто подобное видео в сетях, то есть люди экспериментируют и вращивают мангровые. Каменистый биотоп. Тоже обратите внимание, камни очень интересно как бы уложены самыми природой и он чистый. То есть нету опять же ни завала листов, ни веток, ни каких-то там еще других вот этих деталей. Просто чистый красивый каменистый пейзаж. Еще один. Что здесь интересное? Здесь интересны вот эти камни и проход между ними. Опять же дорожки. Возвращаемся к теме дорожек. В природе это довольно частое явление, потому что если взять любые два больших камня, которые расположены на каком-то небольшом расстоянии друг от друга, между ними всегда будет некая дорожка. Это я думаю можно использовать и в оформлении биотопных аквариумов. То есть не обязательно делать и вагон, можно поступить и таким образом. это вообще просто почти омаровский какой-то такой пейзаж. Это не знаю, где Олег снимал. Кладешное озеро. Опять же скалистые какие-то адресные почти скалы и дорожка снегная между ними. То есть вот сделаешь такой биотопный аквариум, скорее всего тебя осудят. Скажут, что такого природы нет, это не биотопно, это спит. На самом деле так? Причем в масштале аквариума это маленькая расклад. Ну тем более еще можно перенести в аквариум. Это по-моему малариум. Здесь мне очень понравились вот эти вот такие замечательные вертикально стоящие глыбы. То есть опять же когда аквариум оформляют обычно это какие-то окатанные более-менее плоские камни. Но можно какие-то отвесные как и оказывается делать вполне интересным выглядеть. То есть опять как идея как у пабиотопщика. Я думаю, что сейчас как бы здесь проходит конкурс оформления хорские пабиотопные. То есть вот пожалуйста такая вот идея. Пользуйтесь. тоже какое-то африканское озеро пейзаж на мой взгляд левая часть вообще просто часть вагоня. Есть право ответный такой камень. Если фотографии не может так расширить и додумать вполне как-то такой почти вагоня получается. И дорожка между ними уходящая там куда-то. То есть все есть природы. И здесь вот это фотография такого профессионального фотографа. Нет, это профессионального лукхаута. Но он тоже у нас профессионал. Вот когда я смотрю на профессиональные фотографии можно еще пролистать несколько штук. Вот это например или следующее. Или следующее. Вот это вообще тоже замечательное. То мне возникает ощущение что фотографы которые снимают под водой они выискивают что-то красивое и хотят вот этого красивого донести до зрителя. А когда биотопщики создают свои аквариумы то почему-то вот такое ощущение что они ворочек ищут 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 залаву какого-нибудь мусора и хотят именно это нам показать. Это вот как-то грустно честно говоря на мой взгляд. Так следующие хочу показать как можно глядя на фотографии пытаться перенести то что мы видим на фотографии перенести в аквариум как чертнуть идею для оформления. Хочу сразу сказать что если вы определились с местом вы уже определились какие у вас рыбы какой у вас декор какие у вас растения и вам нужно просто найти идею для оформления совсем не обязательно искать эту идею в тех местах в вашем биотоке вы можете посмотреть аналогичный биоток по всему миру и найти для себя какие-то идеи например вот это тоже идея которую очень часто используют скильпера она же можно использовать биотокщиками коряги коряга совершенно не обязательно может находить до из одного угла там находить до другого растения могут расти справа и слева и между ними идти дорожка довольно чисто куда-то там мне кажется что это такой очень хороший пример следующая фотография там вообще просто можно переносить один в один растения камни песок это 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 типичная прием используют скильпера его можно использовать биотокщики это совершенно замечательная изящная коряга она мне очень нравится она тоже может стать основой создания композиции коряга растение песок нету листьев все довольно чисто следующую сразу же и обратите внимание это там была фотография это Ленинградская область эта фотография это уже Америка это уже была Бразилия здесь мы видим шарничек как его можно перенести в аквариум я думаю что здесь надо просто взять едию основную отсечь все лишнее и получится вот то что на следующей пеньке вот пожалуйста типичный такой шарник ничего лишнего просто почки самков если допустим можно создать каменистопиотоп и вот есть такая фотография какая-то розык непонятных камней что мы можем выделить здесь наверное вот эту группу камней или выделить более крупную группу следующую фотографию то есть тоже получается практически похоже на скиферский и вагон но тем не менее это биотубные можно в природе на водные камни посмотреть их расположение и постараться воспроизвести то же самое под водой таких идей очень много у нас на Финском заливе если поехать туда подальше за Зеленогорск то там очень много говнув и там можно фотографировать и сколько угодно вот как бы идеи для себя набрать есть вот такая биотопа следующая можно сроком это он другой ракурс то есть как оформить аквариум если биотоп выглядит таким образом я думаю что оформить можно следующую вот таким образом похоже на предыдущие фотографии по-моему очень похожи те же группы растений и те же коряги это делала Наталья Захарова на конкурс очень такой светлый хороший аквариум мне очень нравится вообще светлой работы на конкурсе мало это вот специфика такая как здесь если фотография вот какая-то такая что здесь вычленить я думаю что коряги которая вот эта вот я переключу да вот эта главная то есть мы ее берем за основу и создаем аквариум вот по типу на следующем вот это Бера Бладышенко аквариум то есть здесь вот коряги также корчащие тоже ничего лишнего нету следующая вот эта вот фотография я не знаю она послужила как бы вдохновением для следующей фотографии для следующего аквариума значит что мы здесь видим зелень немножко коряк просто коряк убрали с переднего плана и растения посадили похоже то есть это подземный пейзаж а это вот человек сделал биотоп мне кажется очень похоже и вот такие вещи мне очень нравятся следующие что делать если вот такой биотоп да завал коряк но здесь я хочу сказать что вы когда такой биотоп рассматриваете вы должны понимать что вы смотрите объем очень большой несколько метров на несколько метров у вас аквариум маленький у вас аквариум ну средний метр на полметра поэтому все бревны почти в аквариуме надо достаточно вот там здесь там какой-то бревнышко и еще какие-то ветки камни все или вот таким образом можно оформить в том биотопе нету растений но растения могут быть здесь то же самое здесь как бы вот коряга упавшая и коряга лежащая на дне и роголистик по поводу этого аквариума много споров может ли так расти роголистик или не может но я вот видела подобное в природе и я даже нашла фотографии которые подобные вещи иллюстрируют давай следующую вот одинокий такой роголистик но он растет снизу он за что-то зацепился и растет он может разрастись и создать заросли на следующей фотографии тут уже несколько вот таких вот кустов но они растут снизу то есть я думаю что человек который оформлял ну может быть он даже и видел тоже нечто подобное в природе но в общем по-моему это не противоречит росту организма если вот такая фотография да то есть совсем совсем вот непонятно что опять давайте выделим здесь основные какие-то моменты то есть есть лист который вот сверху вниз спускается есть брюнышко лежащее внизу я вижу здесь пару кувшинок маленькая кувшинка и большая кувшинка есть еще одна фотография этого же места другого ракурса мы видим вот та же кувшинка тоже брюно и ветки спускающиеся снизу я думаю что можно оформить аквариум следующим образом следующую фотографию ветки спускающиеся снизу вот это не очень здесь хорошая идея хороший потенциал но неудачная реализация но можно дополнить вот эти ветки которые спускаются сверху тонкими ветками и лист который лежит внизу и который просто выглядит огромным и нарушает пропорции его тоже надо было бы поместить сверху и тогда бы аквариум выглядело по-другому убрать может быть количество листов такое не обязательно делать и возможно неплохо было бы все-таки посадить сюда какие-то растения но даже если не сажать растения как бы размер листа он должен вот согласовываться с размером вашего аквариума то есть вот это вот собственно говоря такая вот ошибка на мой взгляд и еще здесь ужасный фон на мой взгляд потому что он какой-то синий он неестественный в природе такие в общем-то вряд ли встречаются лечим а вообще фон в природе если вы делаете прибрежную зону то скорее всего он будет у вас темный черный коричневый там оттенки коричневого можно да следующая папочка такая растительность и перспектива есть уходящая такая там у вас здесь могут быть оттенки уже фоном зеленые синие голубые и может быть кредиентная растяжка то здесь вот как бы любые по-моему естественные цвета единственное что нельзя брать пленку которая китайская вот эта вот продающаяся везде и клеить ее плотно как варену потому что у вас будет совершенно восприниматься этот фон как стена то есть если его используете его нужно клеить либо на расстоянии либо скотчем чтобы между фоном и стеклом образовалась хотя бы какая-то небольшая воздушная прослойка которая не может так греть ярко вот здесь уже оттенки зеленого тоже очень красиво можно использовать фон следующий еще помимо фона вызывают проблемы при оформлении аквариума это ребра цвет силикона если вы выбираете светлый фон то желательно чтобы у вас ребра были светлые если темный фон то желательно чтобы у вас ребра были темные чтобы они не контрастировали это не всегда возможно но в принципе можно сделать это и следующий метод можно стекарировать как на предыдущей фотографии вот здесь как раз на этой фотографии мы не видим ни правая ни левая то есть все задекарировано Это не всегда получается. Вот на следующей фотографии мы как раз видим вот такую стяжку, которая очень портит внешний вид. То есть, по идее, там бы надо было делать темный фон, но поскольку такой мелкологии, темный фон делать не хотелось. А аквариума со светлой стяжкой, со светлым ребром, к сожалению, не было. Ну вот, что получилось, то получилось. А вообще, в принципе, это надо учитывать. Как избежать вот этого контраста, если все-таки он получается? Можно, вот как на следующей фотографии. А, здесь, да, смотрите, здесь аквариум довольно такой удачный. Здесь тонкие вот эти вот ребра, прозрачный силикон, глаза не бросаются. Но что вот здесь мне не понравилось, потому что я вам настояю это делать, мне оклеили мультифоном все три стороны аквариума. Вот здесь это сделано. Во-первых, сразу же ливной водоросли. Есть ощущение, что вот этот пейзаж взяли и принестили в коробочку. Получилась такая замкнутая, непонятная вещь. Аквариум в коробочке. Следующее. Вот здесь вот, если посмотреть, видно, да, идет как бы нижнее ребро. И должно прийти вот там, где-то около этой горочки, быть вертикально, ребра вертикальная. Мы его не видим. На самом деле, если фотография осветлится, оно просматривается. Оно просматривается с этой стороны, но не просматривается с другой стороны. И здесь вопрос такой у меня возникает. Здесь видно, что аквариум подрезан с левой стороны гораздо больше, чем с правой. И здесь либо ребро заретушировали, либо ребро подрезали. Здесь вопрос к организаторам, можно ли так делать. То есть, по идее, можно подрезать аквариум. Можно следующую фотографию. Вот здесь вот на этой фотографии подрезан аквариум до рюмера вот этих вот. Совершенно явно. И поскольку оценка за контрастные ребра снижается, то, естественно, у меня вот возникает вопрос. Если подрезать таким образом фотографию, это допустимо или недопустимо? То есть, если недопустимо, то, наверное, это должно как-то учитываться, снижаться балл и деставалифицироваться. Если это допустимо, то это должно быть как-то прописано в правилах. То есть, мы можем подрезать аквариум до рюмер, или не можем подрезать аквариум до рюмер. Да, это бы не смешно балл. Ну, Олег, это нужно в правилах написать, потому что... Это указано. Указано, да? Но это хорошо. Можно с ребрами, конечно, бороться. Это когда вы снимаете фотографию, уводить заднюю стенку в темноту. Тогда ребра у вас не будут видны так явно. Следующий вопрос – это вопрос грунта. Какой грунт оптимален для создания биотубного аквариума? На мой взгляд, это песок. Песок обычный речной. И надо обратить внимание, что песок должен быть разной фракции. Использовать еще горько. Потому что в природе не бывает песка, который бы имел фракцию 0,8, 1,2. И по всему берегу только такая фракция. Такого не бывает. Вот здесь хорошо видно, да? То есть около растений. Если видно в зале или нет. Ближе к растениям там гладкий песочек такой мелкий. А вот дорожка, видно, течением вынесла такой покрупнее фракцию. Здесь вот то же самое, да? Опять же, мы видим дорожку среди растений. Там, где растения, там песочек более мелкий. А по самой дорожке песочек такой вот идет более крупной фракции. И камушки встречаются. Обратите внимание, ввести их нет, веток нет. Еще тоже вот как бы, да? Очень хотела бы я видеть подобные аквариумы на конкурсе. Там, где много зелени. И опять же, фракции песка разные. То есть это очень характерно для множества природных биотопов. Следующая. Вот здесь очень интересно, да? Песок и камни. Камни почему-то располагаются, вероятно, с нескольким течением в какую-то низину. Вот, не знаю, камни довольно тяжелые, но это течение тоже довольно сильное, раз получился такой эффект. И здесь тоже мы видим камни, дорожка, вот это вот песок. И песок в разной фракции. То есть там, где растения, там фракция покрупнее. Следующий. Каменистый биотоп, да? Опять же, камни, песок и как будто вот такая отсыпочка сделана вокруг камней. То есть фракция разная. То есть это характерно и для каменистых биотопов. Следующий. В одном из комментариев судей я прочитала такую вещь, что нельзя, как бы, использовать темные камни и контрастный сверху песок. Такого, как бы, в природе не бывает. Правда, он так и говорил все. Сказал, что, вроде бы, как на крыльте должны быть темные пятна, которые соответствуют камням. Я думаю, что это издержки перевода. Это, скорее всего, и белость открапления. Это, в общем, наверное, справедливо. То есть даже если у нас темные камни и светлый песочек, обязательно в этом песке будут темные вкрапления цвета вот этих камней. И опять же, мы видим, такая вот как отсыпочка вокруг камней. Вот кто сейчас будет делать хард, то есть делайте оценку. Если не сделаете, просто будет сразу минус оценка. В самом деле, я прошу прощения, камни, они темнеют в реках. То есть они покрываются слизью, водорослями. На самом деле, он, скорее всего, белый. Просто он покрылся. Я такое часто встречал. Ну, я не думаю, все-таки, что он белый, потому что можно встретить, например, в Австралии как раз вот бывает темный камень и светлый такой вот высочек. Такое, в принципе, бывает. Но, опять же, у вас грунт должен, песок содержать в себе вот эти вот вкрапления. То есть если их не путать, ну, наверное, будут даже выглядеть неестественно. Следующий. Вот каменисты, да, пример каменистого биотопа. Здесь камни. Обратите внимание, что камни, они как бы так вот копаны немножко в грунт. Это вот там, где песок, то же самое. Дело в том, что не бывает такого, чтобы камень лежал вот так вот просто на песочке или просто на грунте там, пусть даже в грунтной фракции. Он постепенно будет заносить. Он будет немножечко утопленный. Лежать сверху может только на... Вот на следующий. Только если каменистый биотоп, там, где, вот видите, очень много камней, примерно одинаково. Вот там тогда будут так вот. Ну, просто камни, камни, камни. Там такое может быть. Но вообще, конечно, камни, они немножко вкопаны. Вот пример конкурсной работы. Мне очень нравится, как здесь уложены камни, как здесь задекорированы вот эти вот ребра. Но ошибка в том, что вот нет мелких акций. Поэтому как-то смотрится даже неестественно. Здесь вот все вроде бы из камня нехорошо, но вот коряга лежит просто сверху. Просто положили на камни, и все. Вот у меня ощущение, что там с корягой просто не поработали. Если посмотреть вот на следующий, да, фотографий, там коряга, она вот все равно, она как бы вкопана вот за камню. А там она такая чистенькая, огромная, лежит сверху. Такое ощущение, что ее как бы примеряли, но вот забыли убрать. Вот еще, да, тоже по министре такого биотопа. Видно, что коряга втоплена прямо туда вот в грунт. И такие вот тоненькие коряшечки, которые очень любят применять наши питерские биотопщицы. И вот в природе это вполне отличается. Вот пример биотопа с корягами, да. То есть не обязательно устраивает забаву. То есть вот, пожалуйста, природный биотоп очень изящный. У коряга идет гровая линия, у камня рядом и растения. То есть такой вот прекрасный просто, мне кажется, можно брать и делать, приносить буквально. Тоже коряги торчащие. И тоже здесь нету такой вот как бы завала. Я не хочу сказать, что этого нет в природе. Оно и есть. Я просто хочу показать, что есть и другие биотопы, где, в общем-то, не обязательно устраивать такие вот мусорные кучки. Вот интересный пример, да. Коряга образует арку. Под аркой там вот. Интересно, вот эти вот новые, я думаю, эти течения, как их образовывают. То есть как будто бы грабельками прошлись под коряшки. Вокруг водоросли. Ну вот. Просто реально, да, создают такое? А, ну, может быть, да. Может быть. Вот ощущение, как будто грабельками прошлись. Очень интересные. Водоросли присутствуют, но их вполне бы дать натащить в аквариум. Следующее. Это биотоп, который делал на берегу реки Павел. Такая тоже типичная биотопная картинка. Коряга и растение, прибрежная зона. Обратите внимание на листья. Листья прибиты вот как бы к береговой зоне, дальше чистый песок. И это вот как раз биотоп, который он делал. И здесь видно, да, что есть зоны чистые от песка, есть зоны с песком. Ой, зоны с листьями. Листья, они, если биотоп с течением, листья, скорее всего, он несет. Или, например, к берегу. То есть не будет у вас такого вот завала, который любят изображать биотопщики. То есть завал, это может быть только в затопленном лесу или в стоячих водах. Если есть течение, то, скорее всего, листья будут располагаться только по краям, по берегу. Вот здесь вот погодный, да, снимок. И видно, как листья группируются вот где-то ближе к берегу, а сам песок, он довольно чистый, да, то есть там нету вот ничего, там мусора какого-то. То есть все унесено, наверное, течение. То есть, опять же, не обязательно вот заваливать весь песок всякими там ледочками, листиками и прочее. Следующий. Здесь вот тоже вот интересно, да, то есть чистый песок и вот такая вот пучка. То есть вероятность здесь была некая такая вот, либо каким-то образом течением это все так вот скруппировала, либо там какая-то возвышенность, вокруг которой скруппировались вместе. Ну, тоже видно, да, что дно чистое и вместе лежат только вот какой-то такой группой. И видно вот на этой снимке, что листья, они, во-первых, ведут сразу, они плавают и и почве чьи не взносят. Поэтому в реках, в ручьях, наверное, все-таки нету вот такого вот завала, который любят изображать биотопные дизайнеры. А это затопленный лес, да, вот он так вот и выглядит. То есть там вот листья лежат в слое. И это понятно, да, деревья падают, и листья образуют... Ой, деревья падают. Листья падают с деревьев и образуют сло. Это вот любимый, как бы, эксперимент для дубчиков, дубовый листочек. Дубовые листья, их можно и нужно использовать. Они очень характерны, как бы, дают в отдел коричневый цвет. Но дубы не растут везде. Очень часто, раньше особенно, можно было встретить дубовые листья где-нибудь биотопы, там, амазонки. Что сделать, чтобы все-таки эти листья стали пригодны? Просто берем мудрецы и обрезаем. Делаем продолговатый лист. Листья продолговатой формы характерны для, по-моему, всех совершенно регионов. Просто вот немножко поработать. Так, это вот травочек. Хотела бы я увидеть в биотопном конкурсе какой-нибудь подобный аквариум. Как растет трава, обычно. То есть, конечно, ее сажать, как любят, это делают скейперы, нельзя. Она обычно растет какими-то группами. Но вот на этой фотографии видно, что одна гопарафия не переходит постепенно в другую группу растений. То есть, как бы, каждое растение стремится захватить площадь поручше. И получается вот такое вот интересное, как бы, переплетение различных растений. То есть, их не обязательно даже высаживать строго. Вот здесь мы посадили одно растение, рядышком мы посадили другое растение. Еще какое-то третье нет. Они могут вот переходить одно в другое и создавать такой же вописный флитаж. Опять же, такая прекрасная белая дорожка. Это ситняк. Но вот таким же образом точно может расти его лесные. То есть, видно, да, вот такой немножко клином. Вот я даже видела фотографии, где несколько таких вот клинов. То есть, ее, если сажать, то не таким вот, как бы, отдельными клочками. Там посадили немножко в лесные, там посадили немножко в лесные. А она все-таки растет вот таким вот направленным, ну, кореном, что ли. То есть, это можно как бы просто формировать. То есть, если у вас в лесные не слушается растет как-то по-другому, просто вы дергиваете и заставляете ее расти в нужном направлении. Так, следующее. А здесь вот как раз такие вот два растения рядом, да? То есть, так тоже можно насаживать. То есть, в природе можно встретить любые, да, варианты. Вот еще совершенно замечательные такие вот две кочки, да? На одной, по-моему, это что-то типа кокопа, на другой такой вот маленькая растительница. Вот они растут рядом, очень симпатичные. И довольно крупная фракция песка. Это опять же к тому, что пиотопщики, часто, вот я такое встречала, они говорят, осуждают, что вот как бы там каменистая почва, и растения расти там не будут. Чего не будут, я не знаю. Я уже почти закончила. Так, вот еще как бы красивый такой вот подводный пейзаж. И здесь мы видим большую группу растений, и таким же образом их можно высаживать в аквариуме. Следующее. Здесь тоже фотография, которая может служить вдохновением для скейперов и для биотопщиков. Здесь около семи видов растений. Это, кстати, вопрос о том, сколько растений используют в биотопном аквариуме. Обычно, в общем-то, рекомендуют два-три, но теоретически можно и больше. Но все зависит от вашего объема, и, может быть, не стоит, как бы, конечно, гарантить там макарон. Но, скажем, два-три-четыре вида растений вполне можно использовать. Следующее. Вот еще. Это, опять же, Петербург. Мы видели здесь несколько видов растений, которые образуют довольно плотные заросли. И хотелось бы, опять же, увидеть что-то такое на биотопном конкурсе. Очень хотелось бы. Следующее. Здесь вот как раз иллюстрация того, что довольно большая фракция, даже мелкие камешки, но какие-то розеточные растения вполне себе благополучно растут вот на таком грунте. То есть, если у вас даже гуменистый биопом, то растения там могут присутствовать. То есть, я не вижу причины там не расти. Следующее. Это уртикулярия. Видно, как она спускается по коряге. То есть, ее тоже можно использовать для оформления биотопного аквариума. Причем видно, что в воде, она чувствует себя гораздо лучше, чем вне воды. Следующее. Кувшинки. Здесь вообще, как бы, кувшинки, тоже растения, которые, по-моему, обижены биотопщиками, а на кувшинках вообще можно построить композицию. Следующее. Здесь коряга, да, и кувшинки. Тоже какой-то очень интересный вариант, мне кажется. И вот на следующей фотографии показан, например, оформление биотопного аквариума, который, на мой взгляд, является одним из самых удачных. И здесь композиция построена на кувшинке. То есть, она создает и ауру вот этого замечательного. И это основной элемент вот этого аквариума. Комни и коряг там нету. Так, и я хочу вот закончить вот этим аквариумом. Дело в том, что я смотрела вебинар Жизни Моисеева, и она задавалась вопросом. Она сказала, что вот ей вроде бы как нравится этот аквариум, вроде бы здесь все хорошо, но какой-то негатив присутствует. Почему вот этот... Минуя спросила аудиторию, почему вы думаете, откуда идет этот негатив? Вот я просто хочу вот как бы ответить Жизни Моисееву, и откуда идет негатив, на мой взгляд. Если мы посмотрим вот на эти кольня, это вообще затупленный лес. Ну, когда лес затоплен, то стволы деревьев должны выходить наружу. Здесь у нас этого нету. Здесь у нас есть такие вот колья, если мы присмотримся к ним, они имеют какого-то немножко... Наверху вот этот кол идет и снизу. То есть получается как ребро. И совершенно кольбрая дорога, которая похожа... У меня вызывает ассоциацию с каким-то погибшим животным. То есть я вижу золонахи и кольбра. И вообще такие торчащие вещи, они могут вызывать негативное восприятие. И в природе, если в следующей фотографии... Могут такие вещи встречаться. Вы посмотрите, вот здесь нету этого... А здесь колья, вот эти направлены в разные стороны. Нету ощущения лида. А там есть. И оно чуть-то подознательно может вызывать какие-то негативные ощущения. И следующую фотографию. Вот еще один затопленный лес, который у меня вызывает совершенно позитивное настроение. И я вот хочу на этой фотографии закончить. Что даже затопленный лес может быть не только заваленными листьями, а могут расти вот ракеты. Неследники и еще что-то. Все. Обязательно возьмите на вооружение полученную информацию. Буду рад, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями. Возможно, именно вы или ваш друг в предстоящем конкурсе получит первое место и всемирную известность и популярность. Спасибо вам за внимание. И до новых встреч в новых видео на канале ПАР. Субтитры подогнал «Симон»!